Понервничать своих друзей на трансляции, они хорошо работают. Атакует, атакует Пирло, Пирло с мячом, рядом с ним наши, отбивают, там падение, судья не обращает внимания и дает свисток. Я даже не знаю, как я, каким образом нажал на эту кнопку. Может быть, когда вот утолял жажду и забыл ключи. Я прошу прощения, мы продолжаем. 2-1, вышел, значит, Зе Элиаш, он занял место в линии Хавбеков, выдвинулся вперед, вот Пирло, там же Вентула, и вот навес подключился Сильвестр, как-то неожиданно с места левого защитника. Вот что-то наши подрастерялись, немного удар издали, наносит Соуза, мяч у Зе Элиаша. Играет с Пирло, Пирло делает обмана движения, но мог направо отдать, вот в конце концов он это делает, пасует Коэ. Соуза, пас налево Пирло, и мяч уходит за пределы поля. 2-1 по-прежнему впереди Интер, 32-ая минута второго тайма пошла в этом матче, и Спартак пока проигрывает, а вот был момент, когда он очень так хорошо поднажал и подрастерялся Интер, откровенно говоря. Я же вам говорил, что Интер не та команда, которую должен бояться Спартака. По-моему, Интер больше боится Спартака. И в частности, в интервью, а их вы сами понимаете, и в комментариях здесь недостатка не было, в политических изданиях, общественно-политических и в спортивных разбирается, разбирается, разбирался предстоящий матч, ну-ка, удар! Ах ты не попал, Ромашенко. Да, разбирались достоинства обеих команд, и очень много лестно было сказано в адрес московского Спартака. И по делу, по заслугам, откровенно говоря, чего тут греха таить-то. И Спартак, Спартак, ну просто даже, да даже вот не по делу совершенно, не продемонстрировал своих лучших качеств, проигрывает 1-2. Робсон будет бросать из боковой. Нет, Тихонов это сделает, бросает Канищеву, Канищеву на левом фланге, смотрит вперед, уже некому было отдавать, пасует Клистову, Клистов безадресно. Соуза, Симеоне, Симеоне толкнул нашего в спину. Ну, вы знаете, вот в этом составе Интер имеет возможности для выхода из глубины поля вперед, ну, знаете, ну просто таки море. Любой игрок, тот же Уинтер, тот же Уэст, тот же Симеоне, и Соуза, и Коэ, и вышедший из Элиаш, это вот все игроки атакующего плана, умеющие сыграть в пас, завязать комбинационную игру. Ну, пока они еще тоже не в порядке. И поэтому надо было бы Спартаку этим воспользоваться. Мы помните еще, как только начиналась Лига Чемпионов, и зная то, что начались только национальные чемпионаты, видя, как играют вот эти именитые клубы, мы говорили о том, что вот эти команды сейчас надо тепленькими и брать. Спартак взял Реал Мадрид, взял и Штурм, и вот и Интер, это та команда, которую пора брать. Только надо дожать, 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 2-1, впереди Интер, ответный матч 4 ноября в Москве на стадионе в Лужниках. В атаке Спартак штрафной, сбит Илья Цыбаларь. Пока вы это смотрите, тут будет повтор. Я вам скажу о том, что сегодня на канале НТВ еще вас ожидает дневник, час 10 Лиги Чемпионов на спортивном канале НТВ+. Сразу же после этого матча будет трансляция встречи, Арсенал, Динамо, Киев. Ну а в четверг, на следующий день, завтра на спортивном канале НТВ+, футбольное пиршество, много будет интересного, так что будьте любезны. А сейчас штрафной. Штрафной 2-1 впереди, Интер, Вентула и Рональда забили по голу в каждом из таймов, и Цыбаларь отквитал один мяч. Штрафной. Ну что-нибудь придумайте, ребята, такого интересного, порадуйте нас и огорчите соперника. Надо дать перебить, между прочим. Очень рано выскочил игрок из стенки, и желтую карточку схлопотал игрок. Это заявляет, что это, по-моему, да. Интера и снова штрафной. Ну, Интер, конечно, будет помышлять о контратаке, а Спартак делает еще одну замену. Замену, и Милешин выходит на поле вместо Баранова. Я так понял, Баранов ушел, Милешин вошел в игру, сразу на правый фланг отправился. Ребят, давайте, давайте, давайте. Немного еще, но есть время. Не все же еще проиграно, ясно, еще впереди много игр у Спартака, 6 очков, и матч ответный дома. Но все-таки хотелось бы, чтобы вы эту встречу закончили красиво. На ничью мы согласны. Ромащенко бил левый, но мимо. Пальюков вводит мяч в игру. Ананка, Тихонов, Листов. Конечно, не хватало Титова в этой игре, чего он будет играть уже в ответном матче. Я надеюсь, если ничего не произойдет, староординарного. У Спартаку еще две игры, так же, как вообще всем остальным нашим командам, участницам российского чемпионата. 25-го Спартак на Динамо играет с Шинником, Ачко добывает и становится досрочным чемпионом. Ну и, в принципе, через Шинник, через Черноморец он готовится к этому матчу. Просит на стадионе и Вентала пенальти. Да его не было. Олег, прекратите. Не все, что падает в штрафной пенальти, между прочим. Так вот, Спартак, естественно, через оставшиеся матчи чемпионата России будет вести подготовку уже к ответной игре с Интером. Титова, конечно, в этом матче не хватало, но будет, наверное, в порядке он и играть в ответной встрече. Ну, в принципе, Спартак в хорошем составе сегодня вышел на поле. Все здоровы. Ну и Насеков, доктор, колдовал здесь. И мне сказали, что на 95% по состоянию здоровья команда готова. А микротравмы, это издержки производства, это неизбежно, как всегда так. Через эти мига там и все играют. Но вот игры в Спартаковской не получилось в величайшем сезоне. Только эпизодами. А этого все-таки мало. Конечно, уже резче надо было пойти на мяч. Симеон уже куда-нибудь отбивает его. 38-я минута. Добавлено будет время. Замена. Саморано выходит вместо Вентулы. Ну, начнется сейчас. Как лось будет носиться по полю. Да, и Вентули тоже воздали долг. Зрители на стадионе Сан-Сиро. Хотя стадион называется Джузеппе Мяцца был сейчас, так сказать, официально. Но везде и всюду надписи в городе указатели Сан-Сиро и футбольный мяч. Даже не написано, что это стадион Сан-Сиро. Просто Сан-Сиро и футбольный мяч. Всем понятно, куда надо ехать. Бирло отдает мяч. Не игры Саморано. Вот и началось, я вам говорю. Сейчас подверг для обструкции бокового арбитра. Саморано отсказывает, сразу убегает назад. Смотрите. Ну-ка, ну-ка. Момент. Момент. Момент удара. Он был на одной линии с последним нашим защитником. И может быть даже корпус, просто корпус, чуть как бы выдвинут был вперед. На этой фотографии моментальной судья поднял флажок. Штрафной в сторону ворот Спартака. У мяча за Эляш. Даже, честно говоря, непонятно, кто больше нарушал правила. Сильвестра навешивает в направлении Саморано. И оттого мяч за пределами поля. Удар от ворот. Филимонов. Будет выбивать. Правильно делается, потому что тут все-таки внимательно следят у штрафной площади игроки Интера за защитниками нашего. Канищев, Уинтер.